Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сижу здесь вот в такой вот красоте. Одни сплошные помидоры, листьев не видно, все ломится, в грозди огромного размера, растут в открытом грунте в Белоруссии, прекрасно себя чувствуют. Но, к сожалению, не так быстро спеют, как бы мне хотелось. Вопрос ускорения созревания плодов томатов мучает и интересует очень многих наших зрителей. Они все время спрашивают, что сделать, как обработать. Есть стандартные какие-то советы. Многие из них работают. У нас на канале в прошлом году выходил ролик об ускорении созревания томатов. Очень важно бывает ускорить созревание. Особенно во второй половине лета в открытом грунте фитофтора не за горами. И очень будет жаль потерять вот этот замечательный урожай, а он долго-долго созревает. В чем же может быть причина несозревания? Прежде чем я начну об этом говорить, скажу, что многие блогеры рекомендуют какие-то подкормки, в том числе минеральные подкормки, для ускорения созревания томата. Рекомендуют накачивать томат калием, рекомендуют накачивать еще какими-то удобрениями. Но на самом деле, в достаточно большом числе случаев, эти способы не помогают. С чем это связано? Селекционеры изо всех сил стараются создать сорта, в которых будет увеличено количество плодов. Плоды будут там, ну, может, более крупные, менее крупные, выровнены и так далее. Но проблема вся в том, что как вы не увеличиваете здесь количество плодов, вот здесь вот существует такая ножка, которая, кисть, которая идет от стебля к этим плодам, она как будто жгут из ниток. И каждая нитка – это сосуд, по которому течет питательный сок, питательный раствор сюда, в плод, и накачивает этот плод питательными веществами до его полного созревания. Очень сильно скорость созревания томата и успех выращивания томата, успех сорта зависит от толщины этой ножки, то есть от количества проводящих пучков, которые там есть. Вы можете приобрести сорт, который будет иметь огромное количество плодов на кисти, красивых, но при этом пропускная способность этой ножки, вот этой вот, будет очень маленькая. Плоды в итоге будут расти медленно, наливаться медленно, созревать медленно. И как вы их не кормите, чем вы их не подкармливаете, все равно это не ускорит созревание плодов. Почему? Потому что все равно попадание питательных веществ, туда, внутрь плода, ограничено пропускной способностью вот этого стебелька. Вот, например, обратите внимание, вот здесь вот смотрите, какая тонкая вот эта вот стебелек, вот эта ножка, да? И вот сравните вот с этим даже сортом. Вот, смотрите, здесь, ну, по крайней мере, чуть не в два раза толще. Естественно, что пропускная способность вот этой ножки, накачка сюда в кисти этих питательных веществ будет гораздо, гораздо больше. Обращайте внимание на этот признак, пожалуйста, когда вот выращиваете сорта и подбираете себе в будущем, оставите этот сорт или нет. Обращайте тоже внимание и на этот признак. Поэтому нужно поискать какие-то другие способы. Многие предлагают стрессовые способы. Ну, понятно, подрезать корневую систему, разрезать стебель, обработать концентрированным йодом. Но это, конечно, не 10 капель на ведро воды, потому что это как у мёртвого припарки, а это гораздо более высокие дозы. Это 20-30 мл спиртового раствора аптечного йода, хотя бы там до 5 литров воды и обработка таким вот раствором, буквально прижигающим. То есть он должен быть стрессовым действительно. Кто-то предлагает подсушить томаты, для того, чтобы они тоже в стресс такой впали, и им уже всё равно, сколько там питания накопилось, им лишь бы дать хоть какое-то потомство. Все эти способы, в общем-то, работают. Но нам же хочется получить богатый урожай красивых томатов, полновесных, особенно если речь идёт о крупноплодных сортах. В этом случае необходимо вспомнить тот способ, о котором я говорил, когда говорил о чесноке. Растение накачивает питательные вещества туда, где много ауксиновых гормонов. Заставить усилить прокачку питательных веществ даже через эту маленькую ножку необходимо с помощью подкормок, чем? Гетероуксином. Если вы возьмёте стандартные 2 грамма гетероуксина и растворите в 5 литрах воды вот такие стандартные пакетики гетероуксина 2 грамма и обработаете только кисти, только очень важно пшикать только на сами кисти, на сами плоды, чтобы на листья в основном не попадало, а только на плоды попадало, то тем самым вы существенно и ускорите созревание этих плодов и, что самое главное, увеличите объём их налива, вот сюда вот, поступление питательных веществ даже через эту маленькую и тоненькую ножку, с которой селекционеры, к сожалению, не постарались. Постарались с увеличением количества плодов, их размером, а вот дать им пропускную способность этого питания, они не потрудились. Конечно, очень важно, если вы хотите получать полновесный урожай, правильно подбирать сорта, сорта линейного типа, сорта гибридного типа, о сортах мы тоже будем говорить, вот у меня тут и Саката есть, и Партнёр есть, и много разных сортов, все расскажу, все покажу, все охарактеризую, никакой рекламы, никто ко мне не обращался, ни за какими рекламами, и вот как есть, как посадил, про все расскажу совершенно по-честному. Белорусские сорта есть, всякие сорта есть. Одним словом, для того, чтобы ускорить созревание, ускорить налив этих плодов, берите гетероуксин, обрабатывайте им только кисти, тем самым вы увеличите поступление питания туда, тем самым ускорите развитие этих плодов. Между прочим, не только у томатов можно таким образом ускорить такое наливание плодов, улучшить созревание плодов. Есть еще садовые растения, где применение этого способа существенно увеличивает урожай. Обязательно поговорим об этом с вами тоже здесь, на канале Процветок. Напомню, если у кого-то вопрос возникнет, мы же обрабатываем другим гормоном наши кисти, мы же обрабатываем гибереловой кислотой, гиберелином, препаратами бутон и зависть, а помогут ли они? Нет, не особо-то помогут. Они помогают, когда зависти еще не образовались, ими надо обрабатывать кисти, которые находятся в состоянии цветения. А вот уже после цветения, когда томаты буквально достигли своего размера полностью, они уже больше не растут, но они должны стать сладкими, стать вкусными, чтобы не было кислятины, чтобы не было внутри вот этих белых тяжей и так далее. Вот здесь как раз нам поможет другой гормон гетероуксин. Не бойтесь этого гормона, он является абсолютно естественным компонентом любых растений. Вместе с пищей, вместе с растительной пищей, вы его ежедневно употребляете в колоссальном количестве, поэтому опасности никакой нет. Такую обработку стоит сделать примерно за 2-3 недели до планируемого срока съема ваших плодов. Поэтому и рассчитывайте, что вот за 2-3 недели вы обработаете, однократно можно обработать ваши кисти с помощью этого раствора, и вы увидите, насколько вкуснее, лучше и качественнее станут ваши плоды. Ну, те, кто все-таки не любит химически синтезированных каких-то препаратов, я порекомендую использовать такие препараты на основе псевдомонат, как стимул или гулливер. Посмотрите на портале процветок.ком, есть и описание, и сами эти препараты. Они содержат те же ауксиновые гормоны, которые синтезированы самими микроорганизмами. Это очень хорошие препараты, которые также можно использовать для этих целей. Они абсолютно биологические. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Задавайте ваши вопросы по мере возможности. Буду стараться на них ответить. На этом всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok